Приветствую вас. Давайте мы с вами будем разбираться с тем, что вы написали. Значит, знакома с мужчиной, который был во мне сексуально заинтересован. Так, был заинтересован. Был. А сейчас что? Уже не заинтересован? Или как? Тут вот нужно пояснить, почему вы говорите в прошедшем времени об этом. Или сейчас как-то его заинтересованность стала по отношению к вам. Если да, то опять же вопрос на Штанет указывает, почему заинтересованность была, а с этого стала. Так, но дальше откровенных заигрываний не зашло. Ну, тут, конечно, не очень понятно. То есть, если вы говорите, что был сексуальный интерес у мужчин к вам, но дальше заигрывание не зашло дело. Ну так, либо вы сами мужчине как-то вот не дали понять, что он вам интересен и так далее. Либо вы сами мужчине показали стоп-сигнал. И человек просто понял, что вы ему, например, не по зубам, вы ему, например, не по силам и так далее. Вот. Либо это действительно был только сексуальный интерес и все. То есть, мужчина хотел достаточно быстро получить удовольствие, да, например. И, соответственно, когда понял, что вы, например, более серьезные женщины, да, что вы не готовы сразу в костель. Когда он это понял, то он, вероятно, просто опошел немножко назад. Вот. А мы... Его не устроило. Да. Серьезность, как бы она, вероятно, была у вас. Вот. Вот. Но это может говорить и о нерешительности мужчины. А может это говорить о том, что вы его как-то подавили. Ну, может быть, не специально. Может быть, может быть, как-то ненароком, так сказать, подавили его. То есть, подавили в нем вот это вот его мужское начало, да, подавили в нем вот это вот его желание вас там, например, завоевывать, добиваться там и так далее. Вот. То есть, здесь необходимо, конечно, анализировать именно ваше поведение. Какое оно, как вы себя с мужчиной вели, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Дальше. Значит, иногда переписываемся, а зачем переписываетесь, для чего? Ну, вообще, вот с какой целью переписываетесь. Вот. Значит, дальше. Сегодня я обратился к нему за помощью, а он, короче, на расположении духа как раз оказался. С его стороны в ход шли безобидные почности. Скажем так, впервые он столь открыто намекал на свой интерес. Так, ну смотрите, у вас здесь имеет место быть такой мужчина, да, довольно нерешительный. Вот. Либо нерешительный, либо, значит, соответственно, не знающий, чего он хочет, да, либо понимающий, что с вами, вот именно с вами, да, ему, ну, не будет. Потому что у вас слишком разные ценности могут быть. Вы, прежде чем вот, ну, прежде чем вот все дальше, дальше и дальше и дальше, да, вы сами сперва подумайте, выходите, чтобы рядом с вами был вот такой мужчина, ну, который вот впервые намекает на интерес к вам, который, там, не знаю, тянет время, чего-то ждет, чего непонятно, да, и так далее, и так далее. Вот. Вам нужен такой мужчина? Вот. Зачем он вам? Он вам нужен пока, потому что, ну, очевидно, что вы, как мы о нем думаем, думаете, очевидно, что вы хотите, чтобы, ну, хотите всего-то большего. Это понятно. Но так вопрос заключается немножко в другом, понимаете, в чем дело. Вопрос заключается в том, вообще достойный это вас мужчина или нет? А если он не достоин вас, ну, если он вас не достоин, то для чего вы с ним тогда? Не от того ли, например, что сомневаетесь в своих женских силах? Не от того ли, что вы боитесь остаться? Да, ну, и так далее. Там довольно стандартный идет набор. Понимаете? Ну, вот. Так что, зачем это все вам? Для чего? В какой-то момент я услышала в свою сторону обращение сам, как слегка растерял, зачем это лучше ассоциировать или как правильно понять подтекст, если таковой был. Подтекст, он здесь совершенно простой, абсолютно простой. Значит, мужчина не видит вас, никого, кроме сексуального партнера. Ну, кем вы, собственно, для него изначально и были. То есть здесь, как-то, ну, говорить о большем, да, на мой взгляд, излишне. Потому что, ну, была с его стороны заинтересованность у вас сексуальная и, как бы, глупо, но наивно думать, что она заинтересованность, она уйдет. То есть, очевидно, что нужно больше времени, чтобы она уйдет. Нужно вообще замещение ее, чтобы она не проявлялась. Другое дело, не очень понятно, хотите ли вы этого, как вы вообще сами относитесь к этому всему. То есть, нравится вам это, не нравится вам это, хотите вы этого, не хотите вы этого. Вот, это непонятно. То есть, мужчина хочет, да, это мы увидим. То, чего вы хотите, если честно, нет. Это, опять же, говорит о некоторых проблемах у вас. Вы не знаете, чего хотите, из-за этого вы выбираете партнера себе такому, который вам, может быть, даже не подходит, или с которым вы будете чувствовать себя, ну, некомфортно как-то, да. Вот, и все это происходит потому, что вы своих желаний не знаете. Как у вас есть нереализованные желания, вы пытаетесь их реализовать, но делаете это неправильно. Либо желания там, либо страхи, то есть здесь нужно разбираться еще. Вот. Лоботекс был только такой, что мужчина вас хочет, у мужчины есть к вам влечение, да, но он не видит возможности его проявить. И либо это связано с тем, что он такой, ну, достаточно слабый, нерешительный человек, либо вы его, значит, осознанно или нет подавляете. Вот. И вот в последнем случае, в случае, если вы его подавляете, нужно корректировать вашу женскую модель поведения. Вот. Значит, что касается вашего вопроса, с чем это лучше ассоциировать или как правильно понять под текст, если таковой был? Ну, ассоциировать это стоит, знаете, странный вопрос, ассоциировать это стоит исключительно только с тем, что у мужчины есть к вам нереализованное желание. То есть ассоциация может быть только с чем? С интимными. С интимными отношениями. Вот. Ну, под текст, ну, под текст здесь может быть только такой, что он испытывает к вам влечение, да, но, значит, не решается признать, что оно у него есть к вам. И вот так вот через шутку он и пытается, ну, сознательно или бессознательно, неважно, через шутку это проявляется. Скорее всего сознательно нам и намекнуть и понять, как вы отреагируете. То есть если вы отреагируете нормально, да, на это, то, значит, возможно, с вами можно будет сблизиться и, соответственно, вступить в интимные отношения. Ну, если вы отреагируете негативно на это, то, соответственно, мужчина, ну, скорее всего, не будет никаких шагов предпринимать по отношению к вам. То есть не нужно ожидать чего-то именно серьезного от мужчин. Ну, и я бы задал вам такой вопрос. Зачем обусловлено ваше, вот, ваше, как бы, ну, по пременности выяснить, с чем это можно ассоциировать? Зачем вам это? По-моему, все понятно и так. Для чего вам выяснять, с чем это можно ассоциировать и для чего вам понимать подтекст? Зачем искать подтекст там, где его нет, например? Для чего вы устраняете? Зачем умышленно рационализируете то, что между вами происходит? Не является ли это вот эта вот защитная реакция и следствием и основным проявлением преграды для построения отношений? Ну, и отдельное внимание и подозрение вызывает то, что вы совершенно не говорите о своих желаниях. То есть, с чего хотите вы? Как вы относитесь к этому? Правится ли вам мужчина? Привлекает ли он вас сексуально, например? И, соответственно, почему вы сами не делали шагов, если вам этого хотелось так же, как и ему? А если не хотелось, то зачем с ним общаетесь? Тем более, просите у него помощи. То есть, ваша позиция, она не ясна. Абсолютно. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.